В Краевом Центре СПИД начали применять новую методику выявления ВИЧ. И подробнее, в чем уникальность этой разработки, мы поговорим с Татьяной Бородиной, заместителем главного врача Краевого Центра СПИД, и Дмитрием Нишумаевым, кандидатом медицинских наук, врачом лаборатории ПЦР. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как на сегодняшний день реализуются программы профилактики ВИЧ в нашем крае? Действительно, программа профилактики ВИЧ, стратегия противодействия в Российской Федерации, является приоритетным направлением. Это главное в противодействии распространению эпидемии ВИЧ в Российской Федерации. Поэтому и в Краевом Центре, и в городе Красноярске мероприятия по профилактике приобретают все больше и больше масштаб. Это ряд мероприятий, которые реализуются в крае, не только в городе Красноярске, но и во всех территориях Красноярского края с участием глав администрации, с участием управления культуры, учреждений здравоохранения, волонтерских движений. И эти все мероприятия направлены именно на просвещение широких масс населения, о путях заражения, о методах профилактики. Также рассказываем, для чего необходимо тестирование проходить, для чего знать свой статус, что это не страшно, а нужно. Конечно, каждый человек должен знать статус, имеется или не имеется у него ВИЧ-инфекция. Но нужно сказать, ВИЧ-инфекция – это ведь не болезнь, это только симптом, говорящий о том, что человек получил при каких-то обстоятельствах, о которых можно сказать, это либо половой контакт незащищенный, либо это при употреблении инъекционных наркотиков, получил вирус иммунодефицита человека. Скажите, а вот если для того, чтобы узнать свой статус, нужно же сдать кровь, я как понимаю. Где это можно сделать? Сдать кровь можно в краевом центре СПИД, если это жители города Красноярска, либо у себя по месту жительства обратиться к любому врачу в поликлинике, где вы прикреплены. Это бесплатно сегодня? Да, значит, там вы получите, наши жители получат консультацию, которая называется дотестовое консультирование. И если врач выявляет показания, что действительно есть показания к обследованию, он говорит, да, вам необходимо сдать кровь на ВИЧ. Если он беседует и в рамках дотестового консультирования говорит о том, что у вас нет риска, поэтому живите спокойно, обследоваться вам не нужно, все. Можно жить спокойно. Можно жить спокойно. Документы какие-то нужны, вот когда идешь на такую консультацию? Обязательно, обязательно. Наверное, паспорт или что-то еще? Обязательно. Паспорт, документ, удостоверяющий личность, потому что обязательно нужно подтвердить, тот ли человек сдает кровь или какой-то другой. Особенно это вот те, которые приезжают к нам, мигранты из ближнего. Необходимо, конечно, всю статистику вести. А какие-то раньше были, инкогнито можно было сдавать? Анонимно можно сдавать, анонимно можно сдавать, когда по желанию пациенты приходят к нашим медицинским психологам и говорят, мы хотим сдать анонимно. Поэтому у нас психолог спрашивает только о год рождения. Понятно. Дмитрий, скажите, вы работаете в лаборатории ПЦР. Во-первых, надо, наверное, расшифровать, что такое ПЦР. Ну, лаборатория ПЦР – это больше наш жаргонный термин такой. Официально называется лаборатория молекулярно-генетических исследований. А ПЦР – это полимеразная цепная реакция. Это один из основных методов, который используется в нашей лаборатории, который позволяет получить молекулы нуклеиновой кислоты в большом количестве и затем сделать с ними какой-то анализ. То есть это является базовым таким исследованием. То есть вы его являете, есть ли у человека ВИЧ или нет? Ну, эти технологии больше используются уже для наблюдения выявленных пациентов, то есть для контроля лечения, потому что они слишком дорогие. Для выявления пациентов у нас используются более дешевые методы, а не иммуноферментные технологии или иммуноферментный анализ, более корректно называется. Поэтому ПЦР – это чисто лаборатория. Мы извлекнулись о неком новом, новой методике выявления ВИЧ. Что это такое, если в двух словах? Чем он отличается от старой? Ну, вот опять-таки, если чуть сказать правильней, то не выявление, а вот именно работа с выявленным контингентом. Технология парашифровки генома вируса иммунодефицита человека. То есть на сегодняшний день самые такие продвинутые лабораторные методы позволяют работать именно с геномами. То есть уже не на уровне бактерий, потому что морфологически они схожи, с ними сложнее. Тут трудно иногда детектировать, что это за микроб или что это за микроорганизм. Следующий этап лабораторной диагностики был, когда мы уже научились детектировать какие-то антигенные структуры, то есть уже какие-то белковые конкретно молекулы. И вот такой на сегодняшний день этап, это мы уже научились работать с молекулами ДНК, РНК, которые содержатся в этих микроорганизмах. То есть уже эти методы наиболее чувствительные на сегодняшний день, наиболее специфичные, наиболее точные. Наука не стоит на месте. И вот благодаря тому, что мы можем уже расшифровать геном вируса иммунодефицита человека, буквально в нашей лаборатории, это уже рутинная, по сути дела, методика, мы можем, во-первых, подобрать более качественную терапию. То есть в каких случаях это требуется? Например, начали мы лечить вещеинфицированного пациента, вируса нагрузка упала, а затем начала возрастать. То есть, скорее всего, вирус выработал резистентность. Устойчивость к этим препаратам. Устойчивость, когда уже не реагирует. Да, и вот чтобы определить, каким же он все-таки будет чувствительным, то есть вот как раз мы используем метод расшифровки генома. Мы забираем кровь у пациента, из этой крови сконцентрируем вирус, из вируса выделяем геном, этот геном расшифровываем. И сразу же по наличию тех или иных генов, по их структуре, мы можем сказать, каким препаратом вирус будет чувствительным, каким он не будет чувствительным. Соответственно, что назначать, а что уже не поможет. Да, как на словах все просто выглядит на самом-то деле. Скажите, ну а вообще, динамика есть положительное в выявлении этого заболевания? Безусловно. И все лабораторные методики, которые совершенствуются из года в год, позволяют очень быстро и достоверно выявить заболевание, поставить пациента на диспансерный учет, наблюдать, при необходимости назначать терапию адекватную, эффективную терапию и продолжить качественную жизнь пациента. То есть все наши мероприятия по лечению, выявлению направлены на продолжение и жизни пациента, и улучшение качества. Итак, сколько делается анализ? День, два, три, недели сколько? Вот эта технология расшифровки генома, если вы имеете в виду, то он делается примерно неделю. Вот если вы говорите о детекции, конкретно заболевания... Ну, просто пришел, сдал и понять. Да, то есть порядка трех дней. То есть максимальный цикл идет где-то 3-4 дня. Потому что мы не за один анализ выдаем результат, если исследование прошло положительно, там несколько стадий. То есть мы переставляем это исследование в другой иммуноферментной тест-системе, желательно, чтобы это был другой еще специалист. И затем... Нет подтверждения. Чтобы все было точно, чтобы исключить ошибки все. Для исключения ошибок. То есть если на втором этапе снова анализ прошел положительно, мы переставляем еще в третьей тест-системе. Это уже реакция, так называемая, иммунного блота, которая еще более чувствительная, еще более надежная. И надежно подтверждает. Если в иммунном блоте еще до конца тоже не разбросить, есть еще одна стадия и детекция антигена П24. Ну, в общем, да, полностью от и до. Поэтому все могут быть абсолютно уверены, что если анализ есть, то он четкий, точный. Как любым медикам, желаем вам поменьше работы. А чтобы поменьше пациентов у вас было, чтобы все были здоровы, конечно же. В гостях у нас были заместители главного врача краевого центра СПИТ Татьяна Бородина и Дмитрий Нишумаев, это кандидат медицинских наук, врач лаборатории, ну, ПЦР уже, так и скажем, на жаркомном вашем языке. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что пришли. Удачного вам дня. Спасибо большое.